Итак, еще раз всем здравствуйте. Пробуем подключиться с Барлоком Мендагазиевым. Одну минуточку. Ждем его. Так, вот видим, что он и есть, только чтобы он ему прицениться. Отлично, все, Барлок, мы с нами. Здравствуйте. Спасибо большое за то, что вы еще раз сегодня, точнее вчера, мы пообщались с вами. Сегодня очень много наших читателей хотели узнать лично, в том числе, про историю вашего преследования и, собственно говоря, все, что с вами связано с вашим бизнесом, чем вы занимаетесь, откуда у вас ресурсы для того, чтобы финансировать гражданское общество Казахстана. Ну и вообще, что значит вы экоактивисты, когда вы начали заниматься в том числе своей гражданской, общественной и экологической деятельностью. Вот если можно, все это по порядку, расскажите, пожалуйста. Ну, привет, Людмила, привет всем вашим слушателям, зрителям. Ну, честно, экоактивизмом я начал заниматься примерно в 2010-2011 году. В общем-то, и вся эта история, об этом я много рассказывал, в социальных сетях, на площадке TED Talks об этом говорил. Ну, вы очень коротко расскажите, потому что у нас очень много молодых, новых зрителей, поэтому всю прямо историю не надо, надо именно кратко. Почему бизнесмен начал заниматься экоактивизмом? Вот просто очень коротко. Ну, во-первых, экоактивизм – это, понимаете, это… Я учился на эколога, да, я родился в живописных местах красивых, в Западно-Казахстанской области. Есть такое маленькое местечко, Январцево, Петрово, живописнейшие места. И, соответственно, эта земля не только богата своей природой, окружающей средой, но она еще и богата своим полезным ископаемым, то есть нефтью и газом. Ну, и, соответственно, я стал заниматься активизмом, видя на то, что нефтяные компании, причем это и нефтяные компании, зарубежные компании, которые так дико осваивали наши природные богатства, национальные природные богатства, но при этом они относились в Арбурске к самой природе, к окружающей среде. А что такое окружающие среди? Это же люди там живут, это же дети, это животный мир вокруг. В общем, это экосистема, которая нам необходима любому человеку, живущему. То есть Конституция Казахстана и вообще международная Конституция гарантирует право на чистый воздух, чистый воздух, чистый воду, чистые земли, чистую экологию, потому что влияет напрямую на наши жизни, наше здоровье. Вот смотрите, вот сейчас совсем недавно, в Актау, дословно несколько дней назад, многие жители жаловались о том, что слышен запах газа в воздухе, то есть что произошла какая-то, вероятно, утечка. Вот большинство предприятий работают в Казахстане, вот именно в нефтеперерабатывающей сфере по старинке. По старинке это значит ручным способом, не используя никаких новейших технологий. Вы, будучи инвестором в Казахстан, заинвестировали 5,5 миллионов долларов США, это во время начала ковида. Вы создавали рабочие места, вот как инвестор в Казахстане. Объясните, что такого вы делаете, что в этом уникального, чем вы взяли самых крупнейших инвесторов, потому что ваши партнеры, это такие компании, как Chevron, Shellx, Mobil, которые работают на тенгизском месторождении. Вот это, по сути, главные инвесторы в экономику Казахстана. Почему они работают с вами, какие технологии вы используете, какая польза, и почему, если вы работаете с ними, это в том числе защита для окружающей среды? И вот таких утечек, как, например, в Октаву произошли, газовых и выбросов в экологию, не будет в случае того, если дальше ваша компания работает нормальным образом. Во-первых, по поводу того, что произошло в Октаву, я видел в социальных сетях эту информацию. И я это всегда связываю однозначно. Все эти Актау, Атрау, Оксай, Тенгиз, вот эти все западные регионы Казахстана, это все нефтегазовые месторождения. И, соответственно, если где-то идут экологические нарушения, какие-то выбросы, это все идет именно из-за освоения этих месторождений. Это однозначно. Вопрос только в том, ну, хотят ли государственные чиновники расследовать это дело? И хотят ли сами нефтяные компании быть более прозрачными, потому что это как бы идет в разрез интересам именно здоровья людей, которые проживают в Казахстане, в этих регионах? Это вопрос другой. Ну, что произошло в Октаву, я, честно сказать, пока не знаю, но я знаю, что это связано с... Ну, вряд ли мы узнаем, потому что об этом никто не расскажет. Это однозначно связано с нефтяными месторождениями, поэтому, или около этих нефтяных месторождений, для меня это совершенно очевидно. Когда вы сказали, да, в эти последние два года, 2019-2020 год, я инвестировал именно в компанию КСС более 5 миллионов долларов. Это в рамках компании КСС, в рамках вот контракта между Тенгиз Шевройл, как бы, ну, Шеврон и Эксен, который являет разработчиком Тенгизского месторождения, в рамках этого контракта, вот, потому что компания КСС оказывает такие специфичные услуги для компании Тенгиз Шевройл по предоставлению именно вот, именно связанное с экологической безопасностью, связанное с производственной безопасностью и связанное с качеством нефти, да, вот все, что... За счет чего Казахстан вообще живет. В общем-то, поэтому такие, имея такие контракты, мастер-контракты с такими крупными компаниями, будь то на Карчанаке, будь то на Тенгизе или Ватрау, это означает, что компании, которые предоставляют услуги, они должны быть высококвалифицированными, высокотехнологическими, и, соответственно, у них должны быть высококвалифицированные специалисты. А это требует постоянной инвестиции. Это постоянная инвестиция именно в безопасность, в качество работы, в производство работы. Ну, в общем-то, такие работы иначе просто на такие услуги просто невозможно предоставить, потому что на то они являются очень специфичные, газопастные работают. Я всегда в шутку называл своих ребят, которые работают в КСС, специалистов, которые я сам их обучал этим, да, обучал их в Соединенных Штатах и в Европе. Я всегда говорил, ребята, запомните, мы работаем как саперы. Мы не имеем права ошибаться, потому что любая наша ошибка может быть первой и последней. И поэтому такие работы считаются очень опасными, очень ответственными, не только для самой компании, которая предоставляет эти услуги, но и для заказчика. Ну и, соответственно, это же, где международные крупные континентальные компании инвестируют в казахстанскую экономику, соответственно, это и очень важные для самого государства, для правительства, для академии государств. Но в чем уникальность? Вот смотрите, вот самые крупнейшие инвесторы работают именно с вами, не с другой компанией. То есть, ну, конечно же, они все работают с разными подрядными компаниями, но они предпочитают, называют вас номер один. То есть в чем особенность вашего бизнеса? Что уникального в технологии? Вот как вы переработаете эти резервуарные мегтифламы и в чем суть модели вашего бизнеса? И что это такое? Вот расскажите, в том числе, нашим зрителям. Ну, во-первых, например, возьмемте, давайте для примера, потому что тенгизское месторождение компании Chevron Nexon, которая разработчик является тенгизским месторождением, с этой компанией, с этим заказчиком, компания KSS уже работает 4 года. Чтобы получить такой контракт, очень важный контракт для тенгизского месторождения, нужно было пройти тендерную процедуру. Это очень сложный процесс. Нужно пройти процедуру квалификации, преквалификации. Только компания KSS, чтобы участвовать в этом тендере, это еще 4 года назад, 2 года потратила на то, чтобы пройти просто преквалификацию. Преоквалификация, это означает, что компания, имеет ли она финансовые возможности, имеет ли она человеческие ресурсы, имеет ли она технологии, высокие технологии, имеет ли она именно вот те высокие стандарты безопасности, которые требуют такие компании, как Chevron Nexon, у них очень высокие требования. Поэтому этот процесс не то, что там они работают с KSS, просто компания KSS, а прошла все эту тендерную процедуру, эту конкурсную процедуру, которую почти, я считаю, затянулось в 2 года, чтобы получить. И 4 года назад был присвоен контракт именно компании KSS, в которых участвовали много компаний. И там участвовали американские компании, европейские компании, казахские компании. Это много этих компаний было. Я не буду сегодня называть названия этих компаний, дабы не было конфликтов интересов. Но это была очень такая серьезная конкуренция, здоровая конкуренция. И в этой здоровой конкуренции компания KSS получила такой контракт 4 года назад на предоставление таких очень важных и ответственных для производства самого тенгийского месторождения, для добычи нефти. В чем конкретно заключается? Это заключается в том, что компания KSS ведет, как изначально у нее было в уставе заложено, как изначально еще, когда я был владельцем этой компании, основной деятельностью компании является экологическая безопасность, экологические виды деятельности, связанные с нефтяными месторождениями. И, соответственно, услуги для компании Chevron на Тенгизе предоставят именно в плане того, чтобы минимизировать отходы в результате жизнедеятельности самого месторождения, в результате добычи нефти. И, соответственно, чтобы было минимизировать отходы и максимально извлечь полезного продукта. То есть, по сути, компания KSS участвует именно в представлении услуг не только по охране окружающей среды, но и по улучшению качества нефти, тенгизской нефти. То есть, что такое улучшение качества будет проще? Это что с ней делаете ее? Очищаете ее? Обогащаете? Что вы с ней делаете? Компания KSS предоставляет услуги для тенгиз-шевролла 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. И это она делает уже на последние 2 года. То есть, это беспрерывный процесс. Это очень такой, как ЧП, прям медицинская помощь такая постоянно. Да, да, да. Именно так. Поэтому, почему я и называю, что вот это как бы, почему и Шеврон, а тенгиз-шеврон называет не только KSS, как всех своих подрядных организаций, как бизнес-партнеры. То есть, мы, по сути, как бы работаем, как один организм, как один двигатель. И все это связано с тем, чтобы все эти работы были безопасны, чтобы все работы были качественные, прежде всего, для безопасности для окружающей среды, для людей, которые там работают, и для самого производства, вот это добычи нефти. То есть, по сути, мы участвуем в том, вот в переработке вот их, потому что это нефтяные месторождения, у них всегда есть отходы в результате добычи этой нефти. Соответственно, компания KSS предоставляет услуги, именно вот такие беспрерывные услуги, именно по переработке таких нефтяных отходов. То есть, мы делаем вот тенгизскую нефть, которая уходит в общую трубу на международные рынки, делаем, помогаем и делаем более чище эту нефтью. Я в деталях выдаваться не буду, но вот. То есть, это очень важная работа, которую компания KSS на сегодняшний день предоставляет услуги для тенгиз-шевролы на Тенгизе. Ну и, соответственно, все эти работы считаются очень высокотехнологические, очень, то есть, специалисты, которые работают на этих проектах, должны быть очень высокопрофессиональные, профессиональные качества должны быть у этих специалистов, они все должны быть обучены именно по всем этим высоким стандартам. Вот что заключается. И все эти работы, такие связанные с газоопасными, это всегда работы, связанные с не только с опасностью для окружающей среды, то есть, для каждого человека, человек, который работает на такой работе, на таких услугах, то есть, это все время он находится в определенной зоне риска. Поэтому работа называется газоопасной. Любая ошибка может стоить очень дорого не только для самого человека, но и для всего месторождения. Ну, вот смотрите, поправьте меня, если я ошибаюсь, я читала о других таких подобных предприятиях в странах, ну, постсоветского пространства, в развитых странах. То есть, вот, когда говорим про высокотехнологические проекты, там, как правило, в чем заключается суть вот этих технологий? В том, что роботы замещают людей. То есть, не люди уже идут с лопатами, вот, грубо говоря, как это происходит в большинстве постсоветских стран, очищение таких нефтетрубопроводов, танкеров, а именно роботы этим занимаются. Мало того, они фактически возвращают чистую нефть уже в предприятие, да, и получается, что нет выбросов в почву, нет вот этих как раз-таки газов, которые мы сейчас наблюдаем, например, в Актау и в других регионах. То есть, по сути, вот все онкологические заболевания, которые в том числе, вот мы знаем, отравление газом, онкология, возникающая в результате этих выбросов, да, она полностью нивелируется. И за счет этого мы получаем, с одной стороны, предприятие, которое создает рабочие места, с другой стороны, предприятие, которое обеспечивает работу крупных инвесторов, а с третьей стороны, это предприятие, которое защищает экологию. То есть, это достаточно уникальная вообще со своей стороны модель бизнеса. И насколько это действительно вот реально? Вот вы можете подтвердить нашим зрителям, что это возможно вести такой бизнес? Очень такой, я бы сказала, про права человека, про экологические, еще при этом рентабельные, доходные, так, чтобы в состоянии финансировать гражданского общества Казахстана. Я могу точно совершенно официально сказать, на сегодняшний день компания КСС, это единственная компания в Казахстане, которая представляет такого рода услуги, именно по очистке таких автоматизированных, роботизированных, очистке огромных нефтяных резервуаров, нефтепроводов, и обработка, переработка, и одновременная обработка, переработка вот этих самих нефтяных отходов, это очень уникальное, то есть мы, как бы компания КСС, очень в этом плане очень универсально услуги оказывает, и почему, в общем-то, Тенгиши его очень ценит, услуги, которые оказывает компания КСС, и поэтому, вот, на сегодняшний день, поэтому не обидятся мои конкуренты, потенциальные, казахские конкуренты, я и говорю, да? А они у вас вообще есть конкуренты? Вообще-то, как бы, обычно все конкурируют со стороны Хулебаева, который вас пытается забрать этот бизнес. Я поэтому сказал, компания КСС, это номер один и сегодняшний лидер в этих видах услугах, услугах именно по переработке нефтяных таких отходов, по автоматизированной, роботизированной, чистке огромных нефтяных резервуаров, нефтяных сосудов, это компания номер один. Поэтому, и не случайно, сегодня, допустим, компания КСС является бизнес-партнером у компании Тенгиш Шевройл, Альянс, куда входят Шеврон и Эксен. И эти, поэтому это высокотехнологически, это нельзя просто взять вот так за один день раз и сделать. Нет, это, на это, например, лично я потратил как минимум 15 лет для того, чтобы наладить, сделать ее более универсальным, более безопасным. И почему ценят все эти крупные компании, которые инвестируют огромные деньги в такие проекты и в такие страны, как Казахстан, они заинтересованы в том, чтобы все работы выполнялись безопасно, прежде всего, безопасно. Второе у них, как бы, и параллельно идет это безопасность для окружающей среды. И третье, естественно, это, чтобы было качество вот этих услуг, да, три основных кита, на котором, в принципе, держится и компания КСС, и, соответственно, это удовлетворяет самих заказчиков. Вот на сегодняшний день компания КСС, я горжусь этим, что именно ребята казахстанские, потому что я научил этих ребят, как правильно вот пользоваться этим технологиям, эти все технологии, которые, я говорю, высокие технологии, это все технологии были взяты из Соединенных Штатов, приобретены в США, в Европе. Это дорогостоящее, почему мы говорим, что я инвестировал огромные деньги в этот такой высокотехнологическое производство и обучил людей, как пользоваться правильно этими технологиями. Ну, тогда смотрите, получается, в моменте, когда 6 ноября в вашу компанию пришел вооруженный захват со стороны СОБРовцев или ОМОНовцев, как вы их называете, в своем регионе, они, получается, стреляют сами себе по пяткам, потому что они пытаются сейчас захватить, остановить производство, которое они не понимают, которое ни то, другую в Казахстане не в состоянии дальше вести. Мало того, они забрали печать, они фактически сейчас оказывают давление на каждого сотрудника через уголовное преследование. Они не понимают, что они таким образом фактически разрывают отношения, в том числе или подрывают отношения с главными инвесторами Казахстана, особенно сейчас во время кризиса, во время, когда Казахстан лихорадочно ищет кредиты на международной арене. То есть, зачем они это делают? Они это понимают или это не понимают? Это просто делают для того, чтобы задушить вашу гражданскую деятельность. Можете как-то это объяснить? Если это объясняемо. Я могу это объяснить. Диктаторские режимы, авторитарные режимы, они похожи во всем мире. Это сплетение вот именно государственных интересов с частным интересом. То есть, это клетократы, Назарбаев с Токаем это типичные стопроцентные клетократы. Они попутали, где есть государственный интерес и где есть частный интерес. То есть, они считают так, Назарбаев, допустим, считает, что Казахстан это все его личное, как его дом. И все люди, которые, это тоже его. Ну, по крайней мере, они так считают. Да? И поэтому, соответственно, любой человек, который будет говорить о каких-то там экологических проблемах, так или иначе, это цепляет и его компании. Потому что мы прекрасно понимаем, что все нефтяные компании, все нефтяные месторождения принадлежат именно семье Назарбаева через Кулебаева. Ну, в общем, владелец у них номинальный это Назарбаев. И Кулебаев вам еще угрожал ранее, правильно? Насколько вот я помню, когда изучала вашу историю, люди от Кулебаева, они приходили к вам еще в 2013-2015 годах, пытались у вас отобрать предприятие КСС, бизнес в целом, да? Ну, смотрите, вот в данном случае тогда, в 2012-2013 году компания КСС активно работала именно на Карачанахском месторождении. Ну, представители бизнеса, которые занимаются именно в нефтяном отрасли, они прекрасно знают, что в Карачанахе все компании, сервисные компании, полностью принадлежат кулебаевским компаниям. Это, никто с этим спорить со мной не будет, они прекрасно об этом знают, просто об этом помалкивают, да? И поэтому, соответственно, когда ты начинаешь с ними конкурировать, соответственно, ты становишься конкурентом уже непосредственно Кулебаев. Ну, кто такой Кулебаев? Кулебаев значит Назарбаев. И, соответственно, если ты еще при этом ты пытаешься на своей исторической родине, где ты родился, в Чернолевском месторождении, и ты еще начинаешь там защищать экологию, то есть ты бросаешь вызов непосредственно Кулебаеву, непосредственно Назарбаевской системе. Поэтому, естественно, ты становишься уже непосредственно как бы конкурентом кулебаевских компаний. И, конечно, естественно, как поступают с конкурентом в таких авторитарных и диктаторских странах, это просто начинает кошмарить бизнес. Для чего они делают кошмар, чтобы потом этот бизнес соответственно прибрать к своим рукам. И, соответственно, такая ситуация получилась в 2013, в 2014 году. То есть, по сути, они таким образом нанесли удар. Я всегда говорю, что верховная власть, их интересует, чтобы люди вообще не занимались политикой, не занимались правозащитной деятельностью какой-то там. А низы, скажем, на уровне областных сатрафов, губернаторов, акимов, районных, они, соответственно, их всегда интересует какой-то рейдерс, что-то у кого-то забрать. И вот это называется клиптократическая система, олигархическая. вот это сплетение. И поэтому Назарбаев за 30 лет построил именно такое государство. Здесь нет никакой демократии, здесь нет никакой рыночной экономики. То есть, все принадлежит ему. И что ему не принадлежит, принадлежит уже ниже слоям. И вот, соответственно, эта история начиналась в 2013, в 2013 году. Это уже история уже в прошлом. И, соответственно, вот такие вот на сегодняшний день я это называю политикой, которую проводит Назарбаевский режим, Тукаевский режим, руками силовиков, вот этот КНБ через Масимова. Это называется политика выжженной земли, если выражаться в военной терминологии. То есть, они видят какого-то человека и вот вокруг этого человека все уничтожает. Вот что ему принадлежит? А он с этой компанией имеет дело, значит, наносит удар по этой компании. Окей, в этой компании люди работают, значит, надо кошмарить этих людей. Если у него есть родственники, надо бить по родственникам. Это называется политика выжженной земли. Все, что вокруг этого человека... Но они живут по себе, потому что вы являетесь единственным человеком, который перерабатывает нефть, очищает ее. Ну, как тогда? Они же сами живут на этой трубе. Они же за счет этого выживают. Если бы у этого режима был какой-то какой-то разум в голове или какая-то разумность, то, конечно, за 30 лет Казахстан была бы богатой страной, процветающей страной, с открытым гражданским обществом, но они не такие. Но считать же деньги они умеют. Вы смотрите, Белоруссия заявила в 2019, сейчас прерву вас немножечко. Я пытаюсь найти рациональное, потому что они понимают только язык денег. Как только они видят прямую угрозу, например, России или Беларуси о том, что вводятся персональные санкции или в других странах, сразу же начинают искать лоббистов для того, чтобы очищать свою репутацию. Должна быть такая же схема в случае с бизнесом. Вы являетесь человеком, который фактически работает как один из ключевых элементов работы самых больших инвесторов в Казахстане. Вот в Беларуси, например, вы же наверняка знаете эту историю, что в 2019 году Беларусь выставила счет около 2 миллиардов долларов из-за грязной нефти, которая пришла из России. Это был политический скандал, но тем не менее. Если ваше предприятие выбывает из, скажем так, всего сложного механизма работы самых крупных инвесторов в Казахстане, получается, что старые предприятия, которые ручным способом работают по-кулебаевски, то есть лопатами, выбросы в экологию, но это же тоже выбросы в трубу, которая несет нефть, в том числе на международные рынки. Как они собираются с ними справляться, если они сами этого делать не умеют и не хотят даже пробовать? Мне трудно залезть в их недурные головы, поэтому я всегда говорю, что назарбаевский, токаевский режим, их безумие очевидно, и они лишь бы удержаться у власти, они готовы наносить удары и тем самым разрушая инвестиционный климат в Казахстане, еще они разрушают саму производство и даже то, на чем они сидят, на нефти. Мне трудно здесь их каким-то образом оценивать, потому что это невозможно, 30 лет показало все, что они плохие менеджеры и плохие руководители, поэтому конечно это влияет не только на нефтяные проекты, на нефтяные месторождения, это влияет вообще на весь инвестиционный климат, на всю экономику Казахстана, но еще раз говорю, для них удержаться у власти это гораздо выше цена, чем качество нефти, которое уходит на международные рынки на инвестиционный климат, мне трудно это оценить, однозначно, что это будет огромный ущерб для любой экономики, не только для Казахстана, Казахстан является нефтяной компанией, поэтому она все живет, причем компания Chevron Exxon является номер один инвестором в казахстанскую экономику, но тем не менее они наносят удар, нанося по бизнес-партнерам Chevron и Exxon, они наносят таким образом и по самому Chevron интересам Chevron, соответственно, я считаю, что это напрямую зависит интересам самого государства казахского. Вот смотрите, еще один такой момент, в следующем году в июне Казахстан будет хозяином самого крупного инвестиционного форума Всемирной торговой организации, где будет обсуждаться, каким образом замечательно вести можно бизнес в Казахстане. То есть этот саммит, пусть он будет онлайн или он будет оффлайн, в зависимости от того, что будет происходить с ковидом в мире, тем не менее это назначено и вот сейчас практика показывает, что больше всего это будет происходить онлайн, тем не менее, будете ли вы доносить месседж инвесторам и международным институциям финансовым, правительствам, о том, что инвестировать в Казахстан опасно, потому что составляющие предприятия с новейшими технологиями, которые обеспечивают безопасность экологии, обеспечивают чистоту нефти в международных трубах, просто-напросто убивают, потому что ее один из главных инвесторов занимается гражданской деятельностью и финансирует гражданское общество. Вот история с вашими братьями, когда там ищут 10 лошадей, чтобы просто прикрыть как-то скандал, связанный с КСС, с уголовными делами. Вы будете говорить об этих делах? Что вы намерены делать и как вы собираетесь бороться дальше? Ну, во-первых, все эти международные инвестиционные группы, инвесторы и международные финансовые организации, которые инвестируют в те или иные страны, они должны учитывать этот индекс восприятия коррупции, индекс восприятия именно охраны прав общества. И сегодня это очень становится актуально. Мы видим по примеру Белоруссии, мы видим по примеру Россию, это все диктаторские страны, и Казахстан тоже находится в этом диктаторском списке. И я, конечно, допустим, если у меня была такая возможность встретиться с международными финансовыми институтами, которые намереваются отдавать деньги, мне это Индозай хочет им сказать, вы почему финансируете эти режимы диктаторские, это же даже из логики экономики, то есть вы знаете, эти деньги все равно будут разворованы, потому что эти деньги будут направлены на поддержание этих ОМОНовцев, различных террористической организаций КНБ, это все делать для того, чтобы подавлять гражданское общество, любое ростки демократии, и соответственно... Да, но они же не чувствовали угрозы, вот на примере вашего предприятия, вот я думаю, если Шевроны и все остальные предприятия, они понимают, что у них забирают такой важный элемент, вот только тогда, когда они чувствуют эту боль, они понимают, что есть угроза в том числе и бизнесу, правильно? Вот как это произошло между Россией и Белоруссией, и инвесторами тех европейских стран. Ну, здесь получается то же самое, мне кажется, ваш случай крайне важно использовать, и мы вам готовы в этом помогать, чтобы донести до международного сообщества, как именно инвесторы западные могут легко попасть в ловушку, потому что все эти замечательные лоббисты, в том числе из западных стран, они рассказывают о Казахстане как о красивой обертке, но мало кто из них, вот за счет этой пропаганды, знает о том, что реально происходит в Казахстане, поэтому я вам очень сильно рекомендую, и я думаю, что наш читатель тоже поддержит и зрителей своими лайками, донести до международного сообщества, что происходит в Казахстане с бизнесменами, особенно теми, кто инвестирует в новые технологии, экологические технологии, тем более, что Европейский Союз, даже сейчас США, принимают в конвенции специальные договора международные, которые ставят в краю угла именно экологический бизнес, то есть очищение экологии, все, что с этим связано, поэтому ваш в данном случае бизнес, который вы инвестировали в КСС, компания, который преследует из-за вашей гражданской деятельности, она должна получить всяческую поддержку, и мне кажется, есть вам смысл в этом направлении двигаться. Да, я об этом всегда заявлял, и как бы мои адвокаты, и вот именно про защитные деятельности, они прекрасно, я об этом уже их осведомил, они прекрасно понимают, что все эти дела в отношении топ-менеджеров компании КСС, в отношении самой компании КСС, в отношении моих близких родственников, в отношении меня лично, это все политически мотивировано, это очевидно, это они уже знают, они это как бы вот в этом плане будут защищать. Соответственно, через правозащитные организации у нас происходит постоянная пресс-конференция, и онлайн-конференция, где об этом я всегда говорю, о том, да, это как бы наносит ущерб именно самим международным инвесторам, которые хотят прийти вот и работать в Казахстане, и, соответственно, ну, сам диктаторский режим назарбаевский, тукаевский, они этого не понимают, и вряд ли это могут понять, и поэтому все эти дела, которые повозбуждали, вот, они не могут вот оценить все ущербности их действий, не только там в отношении компаний КСС, в отношении инвесторов, как Chevron, Exo, они не могут вообще оценить ущербность для самого государства, и поэтому международные институты на сегодняшний день, насколько я знаю, уже вот не финансируют казахстанскую экономику, потому что в Казахстане не проводится, вот, именно нету рыночных отношений, рыночные отношения, они базируются тоже на именно на демократических основах, да, на государстве Брата Прессио должно быть права человека, и вот открытый гражданского общества, тогда идут инвестиции в эту страну, ну, Назарбаев, они такие же, и Тукаев, они такие же зависимые, естественно, от других диктаторских лидеров, которые, их, над ними стоят, это как путинский режим, вот, и вот это такой вот, как бы, образовался такой вот постсоветский диктаторский клуб, куда входит, главный главарь находится в Кремле, а его подчиненные находятся вот в Беларуси в лице Лукашенко, в Казахстане в лице Назарбаева и Тукаева, и многих других советских республик, поэтому здесь это в любом случае приведет, и почему я говорю, что экономика и бизнес, это все зависит именно от этой политической системы, и почему я об этом всегда выступаю, потому что я свободный человек, я не имею отношения к бизнесу, который вот связан с компанией, связанный с с олигархистой, и непосредственно даже с компанией КСС, я не имею никакого в этой компании никаких интереса, поэтому нанося удары, они таким образом наносят по акционерам компании КСС, не только там по интересам Эксона и Шевроны в Казахстане, но и по акционерам, если у них удастся уничтожить эту компанию, я считаю, что это будет как бы удар в том числе по международным всеми второе дело ЮКОСа, по которому акционеры будут требовать компенсацию у государства за то, что они просто уничтожили компанию только из-за того, что их менеджер какой-то, управляющий занимался совершенно конституционным правом защиты прав человека или защиты гражданского общества, это из-за этого уничтожать компанию, которая не имеет отношения к моей именно правозащитной деятельности, я считаю, что именно это может послужить еще и для оттока иностранных инвесторов из Казахстана. Сейчас, кстати, очень массово мы видим отток вообще человеческого капитала, даже Назарбаев сказал, что не уезжайте, дорогие, я же здесь могу для вас сделать все лучшее. Наверное, он имел в виду членов своей семьи, потому что для членов семьи его действительно все самое лучшее, более 20 тысяч долларов они тратят только каждый день, просто на свои личные покупки, мы считали об этом, я делала об этом специальные репортажи. Вот скажите, какой у вас может быть совет для других бизнесменов, которые в такой ситуации, как вы, что они должны делать, как им могут помочь выборы, которые должны состояться 10 января в Казахстане? Я всегда в любом своем, при любой возможности, вот при любом интервью, при любом таком видеоконференции, я всегда посылаю такой месседж или обращение к своим коллегам, людей из бизнеса, малого, среднего, большого бизнеса, неважно, что успех бизнеса лежит именно в том, когда наше гражданское общество будет открытым, когда будут соблюдаться права человека. Соответственно, на этом базируется и бизнес тоже. Будут соблюдаться соответственно и права предпринимателей, права инвесторов. И соответственно, это будет, вот, поэтому все должны стремиться к тому, чтобы у нас государство должно стать реальным демократическим государством. И сегодня, когда гражданские активисты пытаются защищать интересы гражданского общества, они защищают и интересы бизнеса. и не понимать это, и быть где-то, вот, находиться где-то в подполе и не видеть этого, закрывая глаза, нет, это не получится. Поэтому сегодня бизнес должен активно участвовать именно вот в поддержке гражданского общества, именно поддержке, вот, именно в защите прав человека. Понятно, это нужно делать не публично, потому что это нужно, но это нужно делать именно обязательно, обязательно это делать любыми средствами, помогать этому гражданскому активизму, и тем более накануне парламентских выборов, у нас единственная и последняя легальная возможность что-то изменить в стране, соответственно, мы все должны идти на эти выборы, в том числе и предприниматели, и обычные граждане, и мы должны голосовать именно против такой политики, который за 30 лет проводил Назарбаев, и таким мы видим результат, у нас огромный внешний долг, этот внешний долг ляжет на наших внуков, правнуков и так далее, то есть это ляжет тяжелым временем на наше поколение, это те, которые об этом не думают, это недальновидные, даже если в бизнесе взять, если они думают, что я человек бизнеса, мне это не касается, нет, я раньше тоже так думал, где-то 15 лет назад, но после этого я уже вырос в это состояние, да, 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 и поэтому я считаю, что именно основы демократии дают нам гарантии, бизнесу дают гарантии их частной собственности, дают гарантии их инвестициям, дают гарантии какой-то преемственности, потому что частный бизнес держится на том, что это будет передаваться из поколения в поколение, но, к сожалению, бизнес сегодня он тоже находится в таком вот плачевном состоянии, они вот и думают, что если они будут тихо находиться, тише воды, что называется, ниже травы, это нет, это как раз таки уничтожит их интересы, их права как предпринимателей, поэтому сегодня я призываю бизнеса помогать гражданскому, гражданским активистам, которые сегодня попадают под репрессии, которые сегодня есть у нас много политических заключенных, то есть нужно помогать семьям, чтобы они как бы не остались, это часть нашего народа, мы должны помогать быть народом в такие трудные моменты, но и самое главное, мы все должны пойти 10 января 2021 года и поголосовать против Норатана, это уже здесь не имеет значения, кто ты, бизнесмен или ты там в общем обычный работник или обычный гражданин. Вот здесь время от времени у меня проскальзывают комментарии, не могу не задать, потому что уже несколько раз спрашивают, Барла, как вы относитесь к Мухтару Аблязову, лидеру оппозиции и оппозиционного движения ДВК? Это не совсем тема нашей дискуссии, но просто постоянно возникает вопрос в чатах и здесь в комментариях, поэтому я его задаю, чтобы разгрузить эмоциональный накал. Да, это очень своевременный, очень кстати вопрос, вот вчера я видел в новостной ленте проскочило о том, что Россия возбудила или там признала винову. Осудила в очередной раз на 15 лет. Да, Мухтара Кабуловича. Я до этого говорил, что я поддерживаю лидера демократического выбора Казахстана, Мухтара Кабуловича обязываю. Я поддерживал все движения, которые так или иначе связаны, Кущей партии связаны с Мухтаром Кабуловичем. И я это говорил совершенно официально. Я и говорил об этом раньше. Я и сейчас об этом говорю, что это даже еще доказывает еще раз о том, что Мухтар обязывает на правильном пути. И если такие диктаторские режимы, как путинский режим, который убивает своих оппонентов, который отравливает и применяет химическое оружие, я считаю, я считаю, что тем самым Мухтар обязывается настоящим лидером, именно лидер, который нуждается сегодня Казахстан, казахстанское общество. Я так говорю об этом совершенно официально, я поддерживаю Мухтара обязыва, и поэтому я, хоть и не являюсь политиком, но я вот была бы возможность, я бы проголосовал именно за эту партию, были бы честные выборы. Поэтому все эти гонения, которые устроил Назарбаев, это все политически мотивировано, это все то же самое, что происходит сегодня со мной. Я это прочувствовал, особенно прочувствовал именно вот эти последний год преследования, которые учинил Назарбаевский режим, и я, каждый гражданский активист, который сегодня вешает совершенно мирному человеку, вешает экстремистскую статью, это тоже самое, провоцируйте это только на людей высокого ранга, которые хотят изменить этот режим, сменить этот режим совершенно мирным революционным путем, через протесты, это наше конституционное право, и поэтому это просто возмущает, и это еще, но для меня, допустим, это хороший показатель того, что вчера Россия признала его виновным, и тех самых людей, которые в его команде работали, это все политически мотивировано, поэтому я пользуюсь моментом, обращаюсь к лидерам европейским государствам, к лидерам демократическим европейским государствам, к лидерам Соединенных Штатов, к лидерам международных организаций, что ни в коем случае, если вот лидеры или международные организации будут поддерживать такие режимы, как диктаторские режимы, как путинский режим, как назарбаевский режим, как лукашенский режим, тогда проблема будет уже, мы все будем понимать, что это проблема не в режимах этих диктаторах, а проблема самой в демократической Европе, проблема в том, что они имеют двойные стандарты, поэтому я призываю и рекомендую не идти на поводу таких режимов, не преследовать лидеров оппозиционно-гемократических движений, которые хотят изменить в стране, чтобы сделать как раз-таки для этих же стран сделать хорошие инвестиционные климаты, потому что, насколько я знаю, Мухтар Абязов, это человек из бизнеса пришел, который сделал свой бизнес в начале и только потом пошли в политику, чтобы помогать, мы об этом уже прекрасно знаем, об этом много говорил целые плеяды, таких умных, талантливых людей в 90-е годы, которые, если бы сегодня они были бы у власти, то у нас Казахстан совсем пошел по другому пути, развитию, но, к сожалению, вот Назарбаев выжиг все это конкурентное политическое поле, выжиг конкурентное бизнес-поле, то есть у нас нет ни рыбочных отношений, ни политических конкуренций, ничего нет, у нас идет такой вот, мы стремительно идем к стандартам Северной Кореи, почему я говорю об этом, и это, когда уже начали уничтожать уже собственную нацию, я уже стал уже называть Назарбаевский режим называть уже не Северокорейским, а фашистским режимом, потому что они применяют все те же самые стили, методы, как применял именно немецкий гитлерский фашизм. Особенно гибельевскую пропаганду, в которую чем хуже ложь, тем больше в нее верят, и причем она массовая и за счет ресурсов казахстанцев. Откровенные уголовники, бандиты гуляют по улицам, а правозащитники и гражданские активисты и вот люди, которые хотят изменения таких, они сидят в тюрьмах, все поменялось, это все то же самое, что и делал Гитлер, он выпустил откровенных бандитов, чтобы поддерживали фашистский его режим, так называемый Клюмпенов, делает то же самое Назарбаев. А те, кто стал против фашистского режима, зная, что это привлечет к Германию в очень такую опасную пропасть, он сажал их в тюрьму, убивал. И это все то же самое делает. И я только вчера об этом узнал, что, оказывается, фюрер, это означает по-нашему, означает лидер нации и показалось как елбасы. Поэтому Назарбаев это самый настоящий фюрер. В прямом смысле слова. Да, так и есть. Огромное спасибо вам за сегодняшнюю встречу, за интервью. Дорогие мои, вы всегда можете написать мне в комментариях, какую тему вы хотели бы еще услышать. Пишите мне в личку. Мы постараемся с Барлыком рассказать как можно больше. Будем стараться выходить чаще в эфир. Завтра мы будем делать вместе с Итальянской Федерацией по правам человека с Барлыком и с другими экспертами срез информации о том, что удалось собрать сейчас предвыборный период по ситуации с правами человека и нарушениями выборов. Почему мы говорим сейчас уже, что выборы спальсифицированы. Если у вас есть информация, пожалуйста, помните, что вы можете всегда ее переслать через чат-боты, через Телеграм или через Ватсап. Все данные есть в моих постах. У вас есть даже видео, как очень просто его найти. Помните, что вы должны искать их не в Инстаграм, эти адреса, а в Телеграм. Заходите в свой Телеграм, вбивайте alamankz.bot и выходит вам адрес. Регистрируйтесь, сообщайте. Если вам лень, абсолютно лень, пересылайте информацию в Ватсап. И там мы ее тоже получим. Огромное спасибо вам, Варлык. И остаемся с вами на связи. Мы будем поддерживать, безусловно, и членов вашей семьи, особенно братьев, которые сейчас преследуют и в связи с пропажей фейковых десяти лошадей, или же в связи с преследованием в рамках предприятия КСС, в том числе всех ваших бывших сотрудников. Ну и будем держать в курсе международное сообщество о том, что происходит в эти предновогодние дни и после. Всего доброго. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго.